Мало кто представляет свою жизнь без спорта и искусства. Для детей и молодежи организовано множество кружков. А что делать пенсионерам? Благодаря региональной программе «Активное долголетие» теперь каждая бабушка и дедушка смогут продолжить заниматься любимым делом, начать воплощать мечты молодости и заниматься физкультурой совершенно бесплатно. Наша съемочная группа побывала в гостях у таких кружков и застала музыкальный вечер народных коллективов «Музы и элегии», где некоторым певцам уже за 80 лет. Они все же полны энергии и жизни. Просто та мудрость, тот опыт жизненный и такое внутреннее достоинство, которое присутствует у них в их годах, оно очень дорого стоит. И мы это ценим, и мы гордимся. Я считаю, что эти люди – наше национальное достояние. Нужно еще быть полна, но все это нет, удачу они совсем. С большой любовью артисты отзываются о своих коллегах и педагоге Ольге Перминовой. Большую часть этих заслуг я отношу к Ольге Олеговне, потому что она работала замечательно. Кроме того, что она великолепный профессионал, она замечательная женщина. До конца, пока я пою, я живу. Я так и считаю. И этот девиз у меня до конца жизни. Я была на концерте музы, мне очень понравилось, как поют. Думаю, нет, я так не смогу, наверное, потому что уже годы. Но руководитель говорит, попробуйте. Я попробовала, мне это очень нравится. Мне было где-то за 70. Кроме пения, пенсионеры могут ходить и на танцы. Также для них есть плавание, йога и даже фитнес. Например, в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Там существует социальная группа для пожилых людей, в которой сейчас занимается 65 человек. Молодцы! Пожалуйста, руки ушли за голову! Мягче! Похватили ножками! Я одна из старейшин, которые занимаются здесь уже 7 лет. Заниматься нам очень нравится. Спасибо начальству, которое разрешает увеличивать количество групп и все больше записывать людей. У нас замечательный тренер Галина Юрьевна. Мы в группе в фору! Молодость, состояние души и тела. Пенсионеры, которые занимаются скандинавской ходьбой на прудах в Щелкове-7, это понимают. Многие из них дадут фору даже юным спортсменам. Вот у нас стоит наш самый старейший представитель группы, Майя Ильинична. Она в своей возрастной категории 80+, сдала все нормативы на золото. И даже нормы ГТО, она даже превысила те нормативы, которые положены ей в своей возрастной категории. Вместо двух отжиманий сделала 10. Мне кажется, нужно ходить больше, заниматься спортом. Мне кажется, когда я хожу молодым, и тем более мне так хорошо. Хотя у меня уже внуки 36, 35, 29 и 22. Скандинавская ходьба тренирует тело, поднимает настроение и в целом улучшает работу всего организма. За последние два года в Подмосковье она стала очень популярна. Например, в сентябре прошлого года во Всероссийском дне ходьбы в Щелкове приняли участие свыше тысячи человек. Скандинавская ходьба стала очень популярной. Популярна потому, что она доступна, проста и очень полезна. Ходьба вообще в жизни, я считаю, что на настоящее время это один из лучших лекарств для здоровья. Для наших героев возраст точно не помеха. Сколько бы лет тебе не было, всегда стоит заниматься спортом и искусством. Узнать о расписании всех кружков и занятий теперь можно благодаря календарю долголетия. Проекта, который начал реализовываться и на территории нашего городского округа. Сейчас с ним можно ознакомиться и оставить заявку на участие в понравившемся мероприятии в приложении для смартфона «Мобильный центр социальных услуг». Также подробную информацию можно получить в Щелковском комплексном центре социального обслуживания населения по адресу город Щелково, улица Талсинская, дом 47.